Здравствуйте, дорогие друзья! Заканчивается недельная глава Шабтин. И мы с вами уже подходим к шабату. Несколько слов осталось разобрать. Прямодушным будь пред Богом своим, написано в нашей главе. Раша объясняет нам, что мы должны относиться к Богу с беззаветной какой-то преданностью. Не пытаясь гадать, заглядывать в будущее, полностью довериться Ему. Он как ребенок доверяется маме. И принимать с любовью и готовностью его решения. Однако, это указание относится только к нашим отношениям с Богом. И Хафицхайм, выдающийся еврейский мудрец, объясняет, что это не по отношению к другим людям. Хотя нам заповедовано любить ближнего, то есть проявлять чуткость, отзывчивость. Но осторожность и проницательность тоже никогда не помешают. Однажды Хафицхайм обратился с жалобой его бывший ученик, который знаток большой Торы. Он решил оставить Тору, не то что оставить полностью, но уйти в бизнес, начать работать. Но стал жертвой обмана, потерял все деньги, вложенные в дело. Хафицхайм внимательно выслушал его, и прежде чем ответить, привел вот этот стих из Торы. Он написал на Хафицхайм, который сказал, простодушным будь пред Богом. Находясь в Шиве, сказал он ему, вы привыкли к простым доверчивым отношениям с другими людьми. Это понятно, да? Но вы ошибочно решили, что точно так же надо вести себя с людьми на улице и в жизни. Это серьезная ошибка. Тора нельзя предупреждать. Прямодушным будь пред Богом, но не с другими людьми. С другой стороны, мы должны развивать в себе качество, ну, как мы Бога понимаем, по качествам. Больше нам никак понять нельзя, какое у него качество. У него есть качество обращать внимание на добро, которое человек совершает. Он всегда смотрит на наше добро. Больше того, даже если добро несовершенное, есть множество изъяна, мы что-то там случайно сделали хорошее, неважно. Он наверху ищет только хорошее в наших делах. И нам, чтобы помог подражать ему, следует не концентрировать внимание на недоставках наших ближних, на друзей там. А искать в людях только хорошее. Когда мы ищем хорошее, это просто замечательно. Это не значит, что надо каждому верить, открыв рот. Нет. Люди бывают разные, обстоятельства разные. Один человек хороший, человек может сломаться на 100 долларов. Второй, более хороший, сломается там на миллионе долларов. Но не зря говорится, что даже большому мудрецу, когда даешь деньги в долг, нельзя категорически давать без расписки. Потому что он может забыть, перепутать, там мало ли еще что. Но это не должно мешать нам в людях, в которых мы даже иногда видим, мягко говоря, какие-то негативные качества. Надо помнить формулю, которую говорили нам, Большем там еще напоминал. Если ты видишь в человеке что-то плохое, обязательно это плохое есть у тебя. Ты не можешь увидеть просто вот что-то, если в тебе этого нет. Ты бы не заметил, если корень этого вот негативного явления, может в искаженной форме, может в другом виде. Но он обязательно есть у тебя. Поэтому ты должен относиться снисходительно к нему. Видите, свои физические недостатки человек должен видеть в зеркале. А духовные в ближнем он видит всегда. Это надо запомнить. И это относится к нашей недельной главе. Суди себя. Вот помните, Шафтин называется. Суди себя. Не других, а себя. Именно себя и другого не надо осуждать, потому что не знаешь, не стал его ситуацией, не понимаешь его положение. Не надо никого осуждать. Кабыла говорит нам, что на небе, каким образом человеку присуждает приговор за любые его дела. Ему показывает такую ситуацию, какую-то другим человеком в разговоре, в жизни сталкивается с ней. Он говорит, что это так-то там. И раз в этот момент запечатывается приговор ему самому. Представляете, как много можно вообще в мире выиграть из человека, который всегда оправдывает все. Его оправдывают на небе. Это совершенно фантастическая вещь. Великий еврейский мудрец Балшемтов сказал следующее слово. Вы же знаете, что у вас много недостатков, но все-таки любите себя. Вот так и относитесь к другим. Ну и знаете, вот самый большой секрет духовности, я расскажу вам. Творец хочет твоего раскаяния, твоего духовного возвышения, но никак не хочет уныния, какого-то там депрессняка. На слова Раби Нахмана потрясающиеся. Никогда не отчаивайся. Никогда. Запрещено отказываться от надежды. Так и у нас. Мы с вами завершили еще одну недельную главу. Брахава от слаха, хорошего шаббата, хорошее понимание того, что происходит. И подготовки к следующей недельной главе. И к Рошашана, и Лул сегодня. Мы все должны думать о том, что будет с нами завтра. Какой приговор будет вынесен нам в Рошашана. Надо к этому готовиться. И первое, это самооценка. Нам сейчас надо сесть и посмотреть. Взять листочек и записать, что я понаделал в этом году. А потом взять другой листочек и написать, а что он хорошего сделал мне. Он наверху. Сколько я живой, здоровый, улыбаюсь и так далее. Вот когда ты баланс этот подведешь, ты поймешь, что еще очень много должен не был. Брахава от слаха.